Итак, главная новость сегодняшнего дня. Страна в 74-й раз отметила День Победы. Парады прошли в 29 городах России. Это города-герои и города воинской славы. Владикавказ, как обычно, тоже стал центром праздничных мероприятий. По традиции в торжественной программе шествия бессмертного полка, народные гуляния, концерты. Разумеется, салют Победы. Он сегодня порадует нас дважды. Первый через час пройдет в центре города. А в 10 вечера еще один в Парке Победы у стелы город воинской славы. Обо всем обязательно расскажем по порядку. Начнем с ключевого события праздничного дня – Парада Победы. По Площади Свободы сегодня прошли торжественным маршем полторы тысячи человек и четыре десятка единиц военной техники. Как это было в репортаже моего коллеги Хета Гаплиева. Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ура! Полторы тысячи участников Парада Победы как один приветствуют командующего 58-й армии Сергея Рыжкова. Генерал-майор останавливается перед каждым расчетом. Сценарий Парада неизмен и един для всех городов, в которых сегодня проходят торжественные шествия. 29 точек на карте огромной страны, среди них Владикавказ. В один час, как деталь единого механизма, четко и слажено. Ура! Жители республики поздравляют глава Вячеслав Бетаров. Отмечает, День Победы – особый праздник, ценность которого с каждым годом только выше. В этом суровом испытании советский народ в полной мере проявил силу духа, стойкость и беззаветную любовь к родине. 9 мая 45-го года вписан в героическую летопись нашей державы, как символ мужества, братства народов в борьбе за свободу и независимость Родины. И чем больше лет проходит, тем полнее и ярче мы ощущаем величие и героизм подвига наших старших. С Днем Победы, дорогие земляки! С праздничным приветствием к собравшимся на площади обратился и заместитель полпреда президента России по Северному Кавказу Максим Владимиров. Большой вклад в эту победу внесли жители Осетии. Десятки тысяч ушли на войну, больше половины не вернулось. За мужество и героизм сотни, тысячи были награждены орденами и медалями. Десятки получили звание Героя Советского Союза. В том числе дважды Герой Советского Союза генерал армии Лиев, Герой Советского Союза генерал армии Хитагуров, Герой Советского Союза генерал-полковник Манхров и многие другие дорогие жители Северной Осетии, Алании. В этот праздник желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего, мирного неба над головой. С праздником! После торжественных слов самое главное. Перед трибунами проходят парадные расчеты. Первыми идут ветераны. Сейчас в этом строю только двое участников Великой Отечественной. Тех, кто может, надев ордена, пройти парадным шагом по площади с каждым годом все меньше. Рядом их младшие товарищи, герои локальных войн и вооруженных конфликтов. Мотострелки, росгвардейцы, разведчики, тут же спасатели, кадеты, юнормейцы. Уже потом будут делиться впечатлениями. Пройти по площади в парадном расчете в День Победы огромная честь и большая ответственность. Самая зрелищная часть парада. На площадь выезжает военная техника, минометы, БТР и зенитные комплексы. Такого оружия нет нигде в мире. «Искандер-М» бьет на расстоянии в 500 километров. Точность попадания всего 2 метра. А эта «Игла» – переносной зенитно-ракетный комплекс. Уничтожает цель, летящую на высоте до 3,5 километров. И еще вот реактивная система залпового огня «Торнадо» – потомок легендарной «Катюши». Уже после праздничные концертные номера и команда для участников парада «Вольно» делятся впечатлениями и те, кто шагал, и те, кто смотрел. «Сегодня день Великой Победы! Ура, ура, ура!» В Великой Отечественной войне было много погибших наших, и они дали нам жить. «Дай Бог, чтобы больше войны не было. Что мы испытали на себя, это не дай Бог вам». На площади тысячи людей. Приехали со всей республики, чтобы увидеть своими глазами. Нам есть, чем гордиться. Кстати, можно было не только увидеть. На площади развернули 20 единиц. Танки, батэры. В общем, все, что может понравиться жителям. Каждый желающий может потрогать, подойти, посмотреть и даже залезть внутрь. Дальше праздничные гуляния. Владикавказ отмечает День Победы. Хеток Плиев, Константин Хитагуров. Новости о сети.